всем доброе утро ничего не видно макс зато хорошо видно телефоном подсвечивается мы проснулись собрались время у нас 4 37 утра 23 июля и мы выезжаем из берлоги где мы сегодня ночевали ночью был похоже дождь здесь ночевали это у них тут маленькая парковочка кстати стоит всего пять машин вместе с нашей стояла не так понимаю что здесь не так много номеров ну как-то повезло вчера что мы сюда попали вообще еще здесь есть кафе но он работает с 7 утра до 10 вечера у нас время 4 38 нам чтобы через попытаться хотя бы проехать через джубку не сильно там жестко залипнуть поэтому мы поехали пораньше маленько это было конечно еще раньше мы стали раньше на час где-то еще но просто было еще темно по темноте ехать не хотим поэтому пришлось ждать машин тоже практически нет можно сказать огромное поле подсолнухов они уже готовенькие скоро будут наверно собирать хочется так спать хочется мы сегодня уже будем на месте и уже будем спать пока не выстанемся мы проехали уже 28 километров проехали разбили держим путь до краснодара кроме сам краснодар заезжать не будем его обойдем стороной ну как раз пока доедем там уже пробочки начнутся прям такие мощные сказать сегодня почему-то так облачно да но темно так вот сколько ехали было светло с утра хорошо солнышко где-то были облака ну так чтобы прямо затянуто было и темно было такого не помню уже давно здесь даже тучки свисают но дождик был ночью может еще будет уже бы не хотелось уже надо хорошую погоду солнечную а там кто живет наоборот думает когда же уже дождик будет ну вот у нас и дождик пошел ставок ставрополе о солнышко время у нас уже опять 07 42 километра мы проехали потихоньку ну идем-идем за крузером крузера сведет получается туда же походу дело едет куда и мы тоже потихонечку едет и мы за ним вместе веселее на госправе всегда подешевле почему-то бензин до белой глины 35 километров но мы как раз через нее и поедем все мы заехали в краснодарский край неужели да наконец-то столько ехали ехали и наконец приехали да сегодня едем уже шестой день кстати мы до этого когда просыпались на улице было 16 градусов ну примерно 16 17 там 15 вот так вот в этом диапазоне с утра всегда а тут мы встали в машину сели 23 градуса сразу ночью нифига себе ну чувствуется что душно да душно и в номере тоже было душно но мы как бы кондиционер не включали чтобы не простыть ну на ночь мы его включали но на ночь выключили вечером включали да и потом выключили и вот тоже поля с этими подсолнухами готовыми головы повесили но уже все можно собирать урожай мы заехали в белую глину уже везде подсолнухи из лево и справа повсюду в общем здесь дорога вот на белой глины едем примерно вот такая как покрытие примерно вот такое но как я уже лежит прямо новая спальт много много прям и написано что дорога отремонтирована там до сюда среднем едем 100 километров в час ну да да как бы нормально домики может кто свой домик увидит кто знает кто-нибудь нас смотрит из белой глины напишите в комментариях я как спрашиваю кто-нибудь нас откуда смотрит и все пишут обязательно еще не было такого чтобы я спросила и написали что нет из Мариинска вот нас тоже смотрели несколько человек с каждой деревни с каждого поселка везде нас смотрят вот это да вроде не так много еще подписчиков уже везде есть наши люди а ты заметила как резко светло стало да ну это тучи просто рассеялись видишь дождик прошел там вон уже облака небо видно на нас тут три капельки даже упало да да проезжаем в Оленинскую проехали козочки просто никого да еще все спят а козочки уже травку жуют а в горячем ключе уже пробка там аж бордовым уже горит это плохо прям навигатор накинул 40 минут сразу показывает что здесь какая-то голубое что-то Типа как река, или это просто карта что-то тупит? Нет, там было что-то, не знаю, как типа болото или что-то. Болото может быть, что там какие-то растут. Пятерочка. Пятерочка еще закрыта. Время у нас уже, кстати, 6 утра. Ну а в горячем ключе уже пробка ваш бордовая там уже. Нифига тебе. Заедем на заправку. Роснефть 59,30, 95 стоит. Ой, Максим проснулся. Всем привет. А Максим уже говорили привет. Пойдешь машину заправлять? Он проснулся, потому что мы заехали на заправку. А машину Макс у нас заправляет. Пошли. 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 мы уже заехали по станицу Дмитриевскую едем да по станицам короче решили здесь все-таки проехать хотя навигатор вчера показывал что здесь будет быстрее ночью точнее он показывал а сейчас он уже показывает что если поехать по М4 то будет быстрее на 13 минут вот эти вот 13 минут мне кажется он это короче в счет лучше не брать потому что это когда час там показывает полтора тогда еще да а когда так то это может быть наоборот в прошлом году по-моему тоже через какие-то станицы ездили через горячий крюч мы ехали в том году обратно точно через горячий крюч ехали везде самолеты самолеты везде стоят но обратно мы тогда 300 километров проехали за весь день это было вообще мощно это да красиво вот и небо почти расчистилась солнышко уже вылезло уже так припекает так нормально вот здесь какие еще яркие подсолнышки сидят красивенькие кропоткин время у нас уже 6 30 утра мы проехали 172 километра я вот это время которое там на компе вот здесь сбивает то что там написано 10 10 30 это красноярское наше время я не осмотрю блин нефига уже время капец оказывается еще нет опа зелененький прям как надо но все равно по сторонам лучше смотреть в таких местах потому что кто-то может ехать дальше это сад с деревьев за забором все мы выехали из карпотки быстро тогда заехали выехали надо будет нам где-то позавтракать еще но не хочется терять драгоценные минуты потому что каждая минута потом будет стоить там пробкой большой огромной пробкой вот кстати проезжаем столько вот полей уже убранных просто пустые пустые поля нам навигатор пишет что нам ехать 260 километров до ольгинки будем ехать шесть часов ольгинку нам по делам нужно будет заехать поэтому мы сначала до нее едем кстати на время под накидывает по чуть-чуть потому что все выезжают уже знаешь как это короче мы едем на время увеличивается наоборот должно быть ну остановились время уже было просто много но мы остановились слишком далеко чтобы потому что получается за 400 километров даже мы выехали то что рано все равно ну не успеть за километров за 200 куда куда тормознулись туда ну как бы это ну ладно что тебе получилось пробки стоять в прошлом году стояли тоже через джубку ехали выжили году мы туда стояли кстати да но мы все равно не весь день на ехали туда нормально как-то проехали да а стояли везде там вообще ну как-то все равно что-то помаленьку помаленьку трогались там ехали обочинников этих там целая куча все лезут лезут там вообще вот так вот интересно вот в супермаркете когда стележка вот так вот стоишь да и короче ну никто же не лезет вперед да а тут типа тут типа спрятался в своей этой будке да и сидит поэтому можно ехать и посмотрим что снимем покажем на бинске 70 краснодар 128 километров надо знаешь что сделать нам надо засечь сколько мы будем пробках стоять и рассказать ну да наверно так и сделаем интересно будет подсолнухи сгорели видимо жара такая стоит вообще все смотри сгорели подсолнухи вообще нету даже этих середочек они просто черные может их просто забыли убрать и они уже сгнили да не все поле просто вообще сгорели ну скорее всего жалко мы в прошлом году ехали кстати тоже много было уже таких сожженных подсолнухов на полях машин кстати уже стало побольше да вот мы уже даже тащимся за какой-то большой внимание опасность через 350 метров нас ждет опасность навигация кстати у нас работает по-прежнему все нормально пока что пока что не отключалось пока что пока что не отключалось